Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о единственном своем роде явлении в современном декоративном искусстве обунцукульской насечке. Еще в 19 веке русские солдаты и офицеры, служившие на Кавказе, мечтали заполучить корешковую трубку, покрытую набойным металлическим узором, сработанным унцукульскими мастерами. Местный промысел зародился около 200 лет назад. Из тростника, растущего по берегам Аварского кайсу, вунцукульцы изготавливали ручки для нагаек, кнутовища и трости. Позже они стали инкрустировать свои изделия металлом. Для инкрустации применялись кизиловая и абрикосовая древесина. Во-первых, ее было много в окрестностях села, во-вторых, она идеально подходила для этого. Хорошо распаривалась, легко принимая нужную форму, и затем прочно удерживала кусочки металла. Нигде это единственное искусство в мире. Нет этого. Все удивляются, хоть пять часов, десять часов объясняете, и вот это делается вот так, вот так, вот так, а потом подходят, а какой хорошая война населярная металла. Обидно, правильно. Это очень трудовоемая такая работа. Раньше мы считали удары. Там 20 тысяч с лишним ударов в день. Да. Трудно это знать на глаза очень, на влияние. Посмотрите, вот каждый вот, мы когда наносим расстояние-то, соблюдаем это на глаз, мы же это не мерим. Если даже и мерить, в наших словах, это мерить невозможно. Нужно туда микро-какие-то приборы, которым надо это мерить. С временем возникновения унцикульской насечки принято считать конец 18-го, начало 19-го века. Однако, скорее всего, она имеет более ранние традиции. Во всяком случае, на пустом месте это искусство возникнуть не могло. К тому же, по свидетельствам самих унцикульцев, в прошлом они занимались изготовлением оружия с насечкой, серебром, по металлу и кости. Так что унцикульский промысел, скорее всего, имеет более глубокие корни. С середины 19-го века унцикульцы наряду с тростями начинают выделывать курительные трубки, получившие популярность среди служивших на Кавказе солдат и офицеров. А со второй половины 19-го века начинают изготавливать так называемые кавказские сувениры, которые продают в Ростове, Минеральных Водах, Астрахани и Нижнем Новгороде. А с начала 20-го века и за границей. Унцикульские мастера изготавливали и традиционные предметы домашнего обихода. Мерки для муки, солонки, ступки для чеснока, ковши и большие блюда. Но чаще всего они, богато украшенные, превращались в декоративные вещи. В 1926 году в Унцикуле была создана артель, позднее художественная фабрика. Кстати, старейшее промысловое предприятие республики из ныне действующих. В 50-х годах прошлого века унцикульские мастера стали использовать токарный станок. Это обеспечило более тщательную обработку изделий и позволило расширить ассортимент. Постепенно вводятся и новые изобразительные мотивы, что особенно ярко проявляется на примере панно с насечкой. Наиболее интересные новинки второй половины 20-го века. В основу сюжетов панно положено изображение на средневековых каменных рельефах, которые переложены унцикульцами с большим мастерством и в соответствии с материалом. Животный мир, например, от природы, все оттуда идет. Почему? Потому что вот есть название листья. Ну, значит, листья. Ну, от дерева или от лозы, или от чего-то, колочь. Ну, что это? Миши и хвост. Точно похожи. Ну, наш лоз, бер, называется. Есть средневековый, круглый такой. Вот это бер. Ну, я же говорю, лодка, например. Это называется паннош-выроса. Лодка. На подобии вот так она сделана, такой орнамент есть. Ну, это тоже для каждого. Вот поэтому вот собрал эти элементы орнамента, мы от этого и от этих элементов, мы составляем орнамент. В 1937 году на международной выставке в Париже изделия унцикульских мастеров были удостоены гран-при. В дальнейшем мунцикульцы не раз представляли свое искусство на всесоюзных и международных выставках, где неизменно получали самые высокие оценки. Сейчас 8 кружков в районе работают по изучению творчества наших предков. Какое-то социальное направление тоже есть в изучении этого народного искусства. Например, они дома могут, значит, выполнять какие-то заказы наших местных жителей. Они поручают им инкустировать какие-то изделия. Они получают на хлеб, могут зарабатывать. Поэтому родители заинтересованы, чтобы дети научились к чему-то. Все же учеными не становятся обычно. А это мастерство никто у них не может отнимать потом. Но всю жизнь он пригодится. В 2002 году мы приняли участие в Сирисийском детском форуме народного творчества в Москве. Был организован музей Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский музей, Министерство образования России, Министерство культуры России организовывал это мероприятие. И 7 участников, 7 наших кружковцев, которые представили туда экспонаты, получили дипломы. Превосходные, хорошие мастера у нас есть. Но уже никакого значения эти заслуги не имеют. Люди старались раньше, чтобы получили какую-то профессиональную пенсию туда-сюда. Но сейчас, да, но этого же нету. К чему человек может стремиться? Лишь бы, знаете, пенсия меня, то, что мне выплачивать, это хорошая у меня пенсия. Я живу хорошо, мне этого достаточно. Но все равно, чтобы учить кого-то, чему-то, что-то, но это уже не получается. Что касается дня сегодняшнего, то унцукульский промысел находится, пожалуй, в самом благополучном состоянии. Хотя и здесь все далеко от идеального. Хотя особых проблем с материалом нет, да и со сбытом вроде бы тоже. Спрос на унцукульские изделия по-прежнему очень высок. Тем не менее, отсутствие госзаказа и должной поддержки предприятия не облегчает ему жизни. Собственно говоря, больших финансовых средств не требуется. Повторимся, унцукульская фабрика находится в более выгодном положении по сравнению с другими промысловыми предприятиями республики. Достаточно небольших инвестиций и помощи в продвижении унцукульских изделий на внешнем рынке, для того, чтобы унцукульский промысел начал приносить серьезный доход району и республике. Мы говорим и о сельскохозяйстве, о всем, мы говорим, ну, ну, все надо поднимать. Ну, сейчас надо посмотреть, чем люди заняты. Мы сель, мы находимся в сельской местности, поэтому нам очень трудно. В городской местности, например, маленький такой магазинчик, значит, достаточно. Ну, у нас, ну, все же не могут это делать. Но собраться надо. Там, в республике, там перед правительством, чтобы поставить этот вопрос, надо там собраться. Там надо говорить между собой. А потом найти общий язык. Чтобы, у нас очень, знаете, много национальнее, но зато каждой национальностью, возьмите, не имеет значения. Любой там. И об искусстве мы сейчас говорим. Вот не только искусство. Танец у нас свой, у вас свой. Да, правильно. Песни у нас свой, у вас. Ну, все, все, я у нас у каждой национальностью свою. Поэтому, чтобы его возродить. Если оставить еще годы, копчат, десять, то тогда не наши миллиарды рублей, а американские доллары, миллиардами на доходах, на это, чтобы ее восстановить. Дерево, металл и, самое главное, золотые руки мастеров. Вот три источника и три составные части уникального явления в мировом декоративном искусстве, каковым является унцикульская насечка. Надеюсь, мы еще будем свидетелями триумфа мастеров унцикуля на общероссийских и международных выставках. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок